Сатье Дас. Человек эпохи вырождения. Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин. И как вы поняли из моего начального спитча, из названия ролика и превью, то что сегодня под мой нож критика попадает... Момент. Под мой нож критика попадает месье Сатье Дас. Известный в узких и широких кругах, как семейный психолог, пропагандирующий патриархат и весь такой альфа-самец. Нож я все-таки уберу от греха подальше. Сделаем небольшой перерыв от основной темы видеоролика, потому что я хочу порекомендовать вам подписаться на канал моего замечательного друга, на канал Блог Юрца. На своем канале Юра сравнивает пиво, делает обзор острой лапши, копает землю. Слетал на Кипр, заснял, смонтировал, показал. Слетал в Египет, заснял, смонтировал, показал. В последний год Юра вообще живет в Сербии и показывает местный быт населения. Ну и как там живется русским айтишникам. Короче, с юмором от Юрца подпишись на Блог Юрца. Ну а я возвращаюсь к теме ролика про Сатья Дас. Но прежде чем я буду разбирать данного превосходно лысого персонажа, хотелось бы сказать о своем отношении к психологии, чтобы у вас было понимание, почему я вообще взялся за данного чувачка. Ну давайте небольшой ликбез я вам сейчас проведу. Итак, я думаю вы все умеете пользоваться интернетом. Ну мы же тут с вами сейчас в интернете общаемся. И без меня сможете написать в гугле, в яндексе запрос относительно разницы между психологом, психиатром и психотерапевтом. Если простым языком и в двух словах, то психиатр и психотерапевт это врач, который получает диплом медицинского образования. Он учится, как и остальные медики. И в дальнейшем имеет право лечить людей медикаментозно, вроде бы правильно сказал. От болячек, скажем так, головного мозга, назовем это так. То есть от шизофрении, от расстройств личности и же с ними. Вот всем тем, что губит человека, убивает его, что может нанести вред через его действия, его окружению и так далее. Опять же, я не медик, я в этой теме именно медицинской особо не силен. Есть гугл, есть яндекс, посмотрите. А вот психолог, это человек, который философствует, назовем это так. Потому что, чтобы стать психологом, вы сейчас просто запишетесь на курсы, пройдете эти курсы в течение трех месяцев, полугода, года. Пройдете супервизии, наберете какую-нибудь группу, будете с ней что-либо обсуждать. Потом к вам ваши первые клиенты пойдут и так далее и тому подобное. У вас есть определенный багаж кейсов, личных кейсов, кейсов, которые были разобраны до вас и вам объяснили, как их разбирать. Ну и в принципе все. Вы психолог с дипломом в рамочке. В общем, не будем об этом. Своё отношение к этому ко всему сказал. Для меня это спорная профессия. Это больше философия, размышления. Если это получается красиво, как, например, у персонажа Ганнибала Лектора, окей, я буду верить. Если это некрасиво или чересчур надумано, или, блин, опять же, кейс тебе 20 лет, а ты уже весь в дипломах. Откуда у тебя столько кейсов? Для меня это больше вопросов, чем ответ. Но сегодня мы о Дасе, о Сатье Дасе. Я уже забываю его имя, потому что персонаж мне неприятен. С ним я познакомился, ну как сказать, давно. Ну, может быть, несколько лет он у меня в информационном поле мелькал. Знаете, в рилсах, в тиктоках, в... Что у нас сейчас там на ютубе? В шортах. Вот его лысая башка появлялась со своими лекциями, которые он проводит в основном на женскую аудиторию. Тут еще недавно я посмотрел его интервью Ксении Собчак. К Ксении Собчаку у меня много вопросов касательно ее позиции, но иногда гостей она притаптывает очень хорошо. И здесь для меня данный персонаж открылся еще больше, потому что одно дело короткие рильсы смотреть, а другое дело посмотреть, как человек в течение полутора часов дает ответы на вопросы и ведет себя как уши на сковородке. И вот решил высказаться, потому что, ну, это мрак. Советую делать такой лимонадчик, лимонадчик дома. Пару слайсов огурца, лимонный сок, газировочка, лед. Освежает. Ну так что по поводу данного персонажа? Не помню, как его по паспорту, да это и не особо важно. Данный персонаж утверждает, что патриархальная модель общества это единственно верная модель общества, что так должно быть и никак иначе. Что женщина должна всегда выбирать семью, а не карьеру. Что женщина всегда должна идти за мужиком. Что женщина умственно слабее мужчины. Что женщина физически слабее мужчины. И вот на этом он строит свои лекции. В основном эти лекции идут на женскую аудиторию. Но у него есть лекции на мужскую аудиторию. Но суть его пропаганды, вот я вам сказал. И хоть я и мужчина, живущий в Российской Федерации, в патриархальной стране. И вроде бы я должен пропагандировать, наверное, патриархальную систему, патриархальный вектор и методику. Но я человек разумный. Скорее всего, намного разумнее большинства людей, живущих сейчас на планете Земля. Из-за своих для них острых взглядов. Я считаю, что должно быть равноправие. И мы сейчас не говорим про... Давайте сейчас не про нации. Сейчас не про расы. Сейчас про гендеры. Гендеры и взаимодействия гендеров. Должно быть равноправие. Я сразу скажу, я не феминист. Феминисток я вообще не поддерживаю. Ну, у феминисток, которые сейчас в инфополе. Об этом я сделаю отдельный ролик, отдельный разбор. Но все же, я за равноправие. И из-за этого Сатьядаст для меня оппонент, который вызывает некий негатив и недопонимание, как вообще можно в 21 веке жить с такими мыслями в голове. Потому что в любом союзе есть инь и ян. Если мужчина работает, то женщина работает. Если мужчина готовит, женщина убирается. Или наоборот. Если мужчина трахается, знаете, женщина тоже трахается. Прикиньте, да, такое бывает. Ага. Если мужчина дрочит, женщина дрочит. Если женщина воспитывает ребенка, мужчина тоже должен воспитывать этого ребенка, если они дошли до этой абсурдности. Приношу извинения перед теми, кто считает, что дети цветы жизни. И это не абсурдность. Это ваш выбор. Мой выбор другой. Ну так вот. Поэтому равноправие. Все должны быть равны друг другу. Понятное дело, кто-то в какой-то сфере лучший. Но значит и другой человек, другой гендер будет в другой сфере лучшей. Так, так, далеко ходить не надо. В образовательной сфере у нас больше женщин. В более точных дисциплинах, я сейчас от школы отхожу, а точных дисциплинах, я имею в виду грубых, оговорился. Там больше мужчин. Это нормально. Это логично. Каждому свое место. И в рамках союза все должны быть равны. Но у Сатья Даса другое мнение на данный вопрос. Давайте пройдемся по его таким вот основным тезисам, которые меня задели. Я постараюсь здесь сделать вставки, чтобы не быть голословным. Чтобы вы услышали этот первоисточник. Вот. Поэтому приготовьтесь видеть его божественный лик. Во-первых, Сатья Даса считает, что женщина физически слабее мужчины. Никогда не сражайтесь с бабами, дорогие мужчины. Бесполезно. Бесполезно. Потому что если ты ее победишь, то все скажут, ты мудила, ты бабу победила. Ты больше никого победил, ты бабу победил. Это ты заборол муху. По факту это так. Большинство женщин физически слабее мужчины. Но при этом, если, например, против Сатья Даса поставить Аманду Нунес, это чемпионка, ну уже бывшая, она сложила свои перчатки в октагоне. Но это неоспоримая чемпионка UFC в двух весовых категориях. И вот если Сатья Даса поставить против Аманды Нунес, я не знаю, какой рост и вес у Сатья. У Аманды вес под 65, рост и что-то в районе метра 65, если мне память не изменяет. Но если их поставить друг против друга, я думаю, у Сатья Даса свет закончится через минуту их спарринга. И все его разговоры о том, что мужчина сильнее, закончатся. Это вот первое. Второе, у него есть позиция, что умственно мужчина превосходит женщину. У женщины, что тут кривляться, разум слабее. Господь, когда создавал женщин, он хотел повеселить. Вторую половину человечества. Говорит, я вам такое, блин, создам. Из ребра. А, да, да, да. Вы приколитесь вообще. Понять их вообще невозможно. Я их специально сделал, чтобы их нельзя было понять. Они сами себя понять не могут. И вообще их никто понять не может. Это тоже очень спорная позиция. Я бы сказал, это позиция, которая не имеет права на жизнь. Потому что, рассматривая данную позицию, даже на примере его интервью Ксении Собчак, абстрагировавшись от того, как мы можем относиться к Ксюше, абстрагировавшись от того, как мы можем относиться к Дасу, разумный и адекватный человек скажет, что Ксения намного умнее эрудирований и более интересный человек, нежели это лысое прекрасное солнышко. Поэтому этого тут одного аргумента, я думаю, достаточно. Но если это недостаточно, то посмотрите, сколько у нас женщин, опять же, завязано на образовании, сколько женщин завязано на контролях качества, сколько женщин завязано на производствах. И не там, где нужен физический грубый труд, а именно умственный труд. Сколько женщин в медицине. И это не просто так, какие-то слова из головы, из вселенной там откуда-то. Это просто я знаю таких женщин, я с ними общаюсь, я с ними дружу. У меня жена из разряда таких женщин, не вот этих вот подсилочек, которые, уй, я пойду замуж, я хочу мужа, чтобы вот эти пельмени ему поверить. Ведь он такой прекрасный. Нет, это сильный человек. Эмоционально сильный, умственно сильный. Соответственно, здесь вот эти суждения в статье, мне хочется его постоянно Стасом назвать, потому что, ну, блядь, умственный уровень на Стасика только тянет. Он несостоятельный. И проблема данного персонажа в том, что он стал медийным. И что, к сожалению, наши люди почему-то тянутся за такими персонажами. И в данном видео как раз вот это больше направлено не на моих постоянных зрителей, потому что они, ну, я думаю, поднимают этот мир примерно так же, как и я. А на тех, кто случайно сюда залетит и, возможно, задумается. Сами посудите, этот человек, он проводит лекции, он ведет YouTube-канал, он медийный, он работает на аудиторию, на большую аудиторию. И он засоряет бедным женщинам и бедным мужикам мозги о том, что вот мужчина главный альфа-самец, вот он крутой, вот он должен быть накачанный весь такой, вот он должен быть весь такой главный. А ты, ты, ты должна думать только о семье, никакой карьеры, никакого саморазвития, ничего. Ты должна думать о семье, о детях. Не хочешь детей? Ты дефектная. Хочи детей. Ты должна этого хотеть. Хочешь работать? Ты дефектная. Не хоти работать. Будь дома. Будь подстилкой для мужа. Немножечко разберись себе, чтобы не сойти с ума, когда ты трахаешься, чтобы тоже получать удовольствие. Но будь подстилкой для мужа. А вот если ты мужик, делай своей женщине вот такую подстилку. Не ссорься с ней, не ругайся с ней, не дискутируй с ней, потому что она всего лишь слабая муха. Она слабая. А если ты доминируешь над слабой, которую себе нашел и сделал такой слабой, то ты тоже чмо. Вы представляете, какой мир создает это великолепное, лысое, лучезарное лицо? Это просто мрак. Это суждение, я не знаю, на уровне средних веков. Это суждение, которое разрушается от любой критики. Даже не глубокой. Мне даже не надо пересматривать все его лекции, чтобы понять, что это за существо, и вот записать данный ролик для вас. Этого не надо, потому что это настолько поверхностно, настолько глупо. И в чем еще фабула данного ролика? В том, что он же позиционирует себя не просто как лектор, как, блядь, стендапер, или как человек, который хочет заработать на своих выступлениях. Он позиционирует себя как семейный психолог. И вот человек недалекий, человек, который еще не успел разобраться, он гуглит его, видит, о, семейный психолог, он сейчас мне поможет создать семью, или разобраться в проблемах, которые у нас есть в семье. Идет к нему у нас семинар, платит этому прекрасному лысому лицу деньги и получает просто грязь в свой мозг. И создает ячейку общества, которая как бы независима друг от друга, но очень зависима внутри себя. И если такая ячейка общества в конечном итоге распадается, то происходит ломка что одного, что второго субъекта. Потому что один будет зависим от слабости, а если он не сможет эту слабость найти, то, естественно, его мир будет рушиться. Вторая будет зависеть от чего-то якобы сильного и будет это искать. А если не сможет это найти, потому что будут попадаться нормальные люди, все, тоже мир разрушится. Придется как-то себя менять, а это сложно. И ой, а это все вот это лучезарное солнышко им вдалбливает в головы. Причем за их же деньги. Семейный психолог. Опять же, в самом начале ролика я сказал, что спорно отношусь к психологам. Опять же, это отчасти из-за того, что у нас в инфополе есть вот такие люди, которые... Я психолог! Я все знаю! Я знаю, как вам правильно жить! Я буду нести говно и грязь вам в уши! Верьте мне! И вот ты смотришь и думаешь, что, вы все такие, что ли? Вы вот все такие ущербные? Понятное дело, что не все. Но это один из представителей, медийное лицо данной сферы людей, данного среза людей. И ты думаешь, ну, серьезно, что ли? Может мне тоже в психологи пойти? Ну, потому что, камон, настолько все плохо. Это первое. И второе, что меня расстраивает, то, что это мужчина. Понятное дело, что если бы это была женщина, меня бы это тоже расстраивало, но не так сильно. Почему? Потому что я мужчина. И когда мужик несет такую ахинею, когда он оперирует, оперирует, апеллирует в своей речи такими речевыми оборотами, когда он пропагандирует такую повестку касательно семейной жизни, касательно взаимодействия полов, касательно гендеров, мне становится грустно, что у меня в срезе мужчин, я же все-таки представитель мужского сообщества, будем так разъясняться, что есть такой представитель. Зачем ты нам нужен? Ты не мужик. Ну, ты не женщина. Ты, к сожалению, мужик по гендеру, но ты не мужик. Ты просто решил, что мне удобно быть таким, и все. Все женщины должны мне подчиняться, меня слушать, и все. Я весь такой альфа, хотя я просто балаболю, по сути это так. И, к сожалению, да, у нас сейчас время такое, что даже такой балабол может зарабатывать, иметь аудиторию и иметь какой-никакой вес. Вот это вот печально. Но вот смотришь и думаешь, ёпти, боже мой, я лучше пойду за советом к соседу, которого не знаю. Возможно, он умнее даст совет по тому или иному вопросу. Может быть, нет, а может и да. Знаете, такой сосед Шрёдингера. Умный или глупый, мы не знаем, пока не пообщаемся. А здесь я точно знаю, что этот человек глуп и несет пургу, несет ужас в массы. Я думаю, на этом мне стоит закругляться, потому что и так все это затянулось. Я надеюсь, вы меня слушали. Я надеюсь, что хоть что-то новое об этом узнали. Хоть на что-то, я надеюсь, смог повлиять. Очень на это надеюсь. Прошу распространять ролик, ну, как все ютуберы делают, дабы как можно больше людей прикоснулись к прекрасному, а то бишь к моему мнению касательно данного персонажа. Не просто так я его назвал человеком эпохи вырождения, потому что такие люди как раз никогда не будут продвигать общество в сторону прогресса. Это будет только стагнация. Это устаревшие материи. Это устаревшие мысли. Это устаревшая позиция. Никчемная позиция. Неправильная позиция. На этом все. С вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин. Самый субъективный бородач на всем ютубе, во всем интернете. И самое главное помните, не будьте нормальными, а то окажетесь внезапно на курсе вот такого шарлатана. Будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк. Я записываю этот ролик. Это для Анката. Я записываю этот ролик, по-моему, с пятого или шестого раза. У меня такое ощущение, что все, к чему прикасается Сатья Дас, а отчасти он, получается, сейчас прикасается к моему творчеству, становится говном. И вот мне приходилось это говно разгребать, чтобы найти конфетку и с пятого или шестого раза ее съесть. То бишь записать этот ролик. Ага, работаем.